Кануне релиза компания TMS Entertainment представила трейлер свежей анимационной ленты по мотивам Resident Evil, что также по совместительству является сиквелом первой картины с подзаголовком Vendetta. Вторая часть будет называться Dead Island и расскажет об очередной вспышке зомби-вируса, на сей раз произошедшей в городе Сан-Франциско. Как водится, причину заражения установить поначалу не удается, хотя первых зараженных объединяет недавнее посещение знаменитой тюрьмы Алькатрас. Крису, Редфилду и остальным предстоит отправиться на остров, дабы разобраться, что там к чему, ну и попутно обязательно вляпаться в очередную заварушку, это ж Resident Evil в конце концов. Новый трейлер, к слову, рассказывает о главных героях проекта. Получается, что ими, помимо Криса, станут Клэр, Ребека, Леон и Джилл. Релиз анимации уже должен состояться, так как датой выхода значилось 7 число. Недавно некий особенно внимательный пользователь Reddit обнаружил доказательства того, что планеты, представленные в грядущей RPG Starfield, будут смоделированы в реалистичном масштабе, вопреки ранее появлявшейся информации, утверждающей об обратном. И хотя многие небесные тела в игре являются полностью вымышленными и будут сгенерированы процедурным образом, некоторые из них все же заимствуют облик реально существующих, об этом рассказывали и сами разработчики в том числе. Некоторых игроков же взволновал момент, что кое-какие из показанных на Starfield Direct объектов выглядят нереально большими. А потому юзер с никнеймом Нимбулан решил использовать научный подход, чтобы расставить все точки над «и». В частности, он задействовал программу NASA Solar System Simulator с целью получить оценку того, насколько большим должен быть Юпитер, если смотреть на него Сио, одно из многочисленных его лун, что уже заявлено для посещения в игре. И несмотря на то, что угол обзора в 90 градусов, использованный для моделирования, был немного меньше, чем у показанных в игре изображений Юпитера, воспринимаемый размер планеты, рассчитанной с помощью программы, по большей части соответствует игровым кадрам, снятым на Ио. По итогу, автор эксперимента пришел к выводу, что планеты Starfield вполне себе могут иметь реалистичный масштаб при взгляде издалека. Хм... На самом деле, карты для исследования, вдохновленные реально существующими небесными объектами, скорее всего, будут все же меньше своих реальных прототипов. Да и сама беседка никогда вроде как и не утверждала, что в Starfield будет вселенная с планетами размером один к одному. Но вполне также возможно, что в случае с некоторыми планетами разработчики иногда и будут склоняться к так называемому реализму. Компания Naikon собирается провести короткую презентацию грядущей игры серии Test Drive на своем YouTube-канале. Мероприятие под названием TDU Connect запланировано на 12 июля в 20.00 по Москве, и в ходе него игрокам покажут, что из себя представляет Solar Crown. Вышедшее по этому случаю видео о самой игре ничего не рассказывает, а лишь ссылается на грядущий ивент, подтверждая, что на нем будут представлены некие эксклюзивные участники конкурса Solar Crown. Также известно, что 30-минутная презентация Test Drive Unlimited Solar Crown будет включать геймплейные кадры, но без уточнений видео это будет или всего лишь подборка отрендеренных скринов, что было бы совсем уж печально. Так как недавно, ко всему прочему уже проскакивала информация о том, что игру вновь перенесли, и теперь ждать ее стоит только в 2024 году. Пора бы, уважаемые разработчики, продемонстрировать что-то маломальски существенное, дабы в голову невзначай не вкрадывались неприятные подозрения. Примечательно, что на официальном сайте гоночного проекта игра все еще значится как выходящая в 2023 году, а потому есть некоторые подозрения, что презентация прояснит и этот момент тоже. Создатель файтинг-серии Tekken Katsuhiro Harada в саркастической манере ответил президенту Франции Мануэлю Макрону, который, в свою очередь, на днях сделал неутешительный вывод относительно видеоигр. Мол, те виноваты в беспорядках, происходящих сейчас во Франции. Участниками он их, по большей части, являются дети и подростки. А потому что же еще, кроме как видеоигры, обвинить в формировании у молодого поколения агрессивного поведения? Хараду подобное положение дел несколько возмутило, следствием чего стало сообщение в Твиттер следующего содержания. Обвинять что-то — отличный способ избежать ответственности. Мол, дети не учатся из-за видеоигр. Люди становятся жестокими из-за видеоигр. Видеоигры — причина того, что вообще жизнь не ладится. В ближайшем будущем видеоигры, похоже, будут нести ответственность за каждую угрозу, возникающую на Земле. А создатель игр, который смог изобрести столь могущественную угрозу. Просто поразителен. Конечно, политики, использующие видеоигры в виде козла отпущения за все грехи человечества — это, пожалуй, никакая уж и не новость. И очевидно, что разработчик популярной франшизы отнюдь не был рад слышать нечто подобное от политика такого масштаба. Мы же надеемся, что грядущую игру Харады, Текен 8, никто ни в чем обвинять не станет. Файтинг в данный момент находится в активной разработке и выходит для ПК, Xbox Series X и PS5. Но точную дату выхода обещали анонсировать позже. Давненько не было новостей про Star Citizen. Все Starfield да Starfield. А между прочим, знаменитый космический долгострой Криса Робертса продолжает успешную краудфандинговую кампанию. И сборы на ее разработку уже превысили, вы только представьте, 594 миллиона вечно зеленых. И все это лишь от поклонников игры. Посему студия-разработчик Cloud Imperium Games анонсировала мероприятие под названием FreeFly, которое позволит сыграть в эпический проект совершенно бесплатно на протяжении 10 дней, с 7 по 17 июля, если быть точным. По этому случаю был выпущен и специальный трейлер. Помимо прочего, представители студии также сообщили любопытную статистику. По их данным, число зарегистрированных пользователей Star Citizen на сегодняшний день уже превысило 4,5 миллиона человек, и результат это поистине впечатляющий. Если бы не один нюанс, некоторые из этих аккаунтов были созданы исключительно для того, чтобы попробовать игру во время бесплатных сессий, вроде вышеупомянутой FreeFly. А потому, насколько КПД таких аккаунтов действительно высок, вопрос открытый. Студия Remedy продолжает делиться эксклюзивными подробностями и деталями разработки продолжения Alan Wake. В рамках интервью с Play Magazine Сэм Лейк и актер английского дубляжа Даг Кокул рассказали о нескольких игровых сценах из процесса захвата движения актеров. Так, из разговора стало известно, что в Alan Wake 2 игроки вновь увидят комбинацию игрового процесса с реальными кадрами, наподобие тех, что ранее уже использовались в игре Control в видениях главной героини. Однако же теперь разработчики хотят пойти еще дальше, более активно включив захваченные кадры в геймплейные моменты. К слову, примеры того, как это будет реализовано, можно уже видеть в сценах из демо. Там материалы агента ФБР Саги Андерсон были основаны на реальных фотографиях, в том числе и вышеупомянутого актера Дага Кокла. Кроме того, Лейк рассекретил парочку трюков, что активно использовали сотрудники студии с целью накрутить больше атмосферности живым сценам. Например, они положили на объектив камеры стеклянную призму с целью исказить картинку и придать ей некий эффект калейдоскопа. А для создания большей мрачности на линзу наносили гель для волос. В съемках также использовались кофе, сок и сигареты с той же самой целью. Оценить, насколько хорошо удались финской студии их творческие эксперименты, мы сможем уже 17 октября этого года. По заверениям разработчиков, на прохождение сюжета игры потребуется около 20 часов. Компания Ubisoft презентовала новую функцию, которая будет включена в предстоящую часть Assassin's Creed с подзаголовком Mirage. Она получила название «История Багдада», а ее задачей является предложить игрокам уникальный интерактивный опыт с целью узнать больше о богатой истории и культуре Багдада — города, в котором будет происходить основной сюжет игры. Сообщается, что на просторах города можно будет найти 66 исторических объектов, разделенных на 5 категорий. Такие как искусство и наука, верование и повседневная жизнь, придворная жизнь, экономика и правительство. Каждый объект был создан с полной исторической точностью. Компания в процессе разработки активно взаимодействовала с таким учреждениями, как коллекция Давида, Институт Арабского мира, коллекция Халили, а также Музей исламского искусства, культуры и дизайна Шангрила. Внутри самой игры можно будет найти учебный текст и подробные изображения из коллекции этих самых учреждений, которые помогут игрокам еще больше погрузиться в увлекательную историю Багдада. А вот что касается другой части популярной ассасинской франшизы «Черный флаг», то вот с ней произошло что-то непонятное. Так, на фоне недавних слухов о ремейке любимой многими четверки, компания Ubisoft неожиданно решила немного подлатать игру, хотя игроки далеко не сразу смекнули, что вообще изменилось. Юбики никак не анонсировали выход обновления, поэтому все изменения пришлось буквально разгадывать самостоятельно. По словам некоторых игроков, что успели проанализировать содержимое игры, патч внес отнюдь не самые значительные исправления. В игру была добавлена поддержка самых свежих обновлений Windows во избежание критических сбоев, а также были исправлены проблемы с доступом к сезонному пропуску и DLC. С этим, к слову, игр от Ubisoft вечно какие-то проблемы. Так, у автора до сих пор нормально не запускается джек-потрошитель из Assassin's Creed Syndicate. Ну да ладно, хоть патч вышел и вправду не особенно важным, подобная активность вокруг игры со стороны разрабов вполне может быть намеком на нечто большее. Быть может, слухи о ремейке окажутся и не слухами вовсе? Ну или студия подготавливает почву для графического обновления уже готовой игры в формате ремастера, как это уже было ранее с третьей частью серии. Думается, верным было бы отметить, что серия Call of Duty никогда особо не была замечена в долгом простое. Новые части выходят с завидной регулярностью, и похоже, что этот год также не станет для студии Activision исключением. Есть информация, что нас-таки ждет скорый анонс. Даже несмотря на то, что Call of Duty не показали ни на одной из игровых презентаций этого лета, следующая часть франшизы будет анонсирована до конца месяца. В этом уверяет Том Хендерсон, который, напомним, ошибается довольно редко — авторитетный инсайдер на то и авторитетный. Согласно информации имеющейся у журналиста, это будет полноценная номерная часть, рассказывающая о конфликте сторон в современном сеттинге. Так что вероятность того, что называться она будет Modern Warfare 3, как нам кажется, довольно высока. Хендерсон считает, что студия, конечно, может еще немного повременить с анонсом, но окно тестирования проекта по-прежнему остается неизменным. Так, опробовать игру можно будет в период с 12 по 16 октября на всех платформах, а полноценный релиз должен состояться месяцем позже, предположительно 10 ноября. Многие из наших зрителей, вероятно, в курсе, что Gothic Remake — переосмысление культа в RPG от студии Piranha Bytes — уже долгое время разрабатывается полностью с нуля. Аккурат после критики игроками демоверсии, ставшей доступной бесплатно в конце 2019 года, прошлый билд отправился на свалку истории, а студии-разработчик Alchemy Interactive начали разработку заново, твердо вознамерившись сохранить гораздо больше положительных аспектов оригинальной игры. Интересно, к слову, и то, что в то далекое время демка получила отнюдь не такие плохие отзывы, как можно было бы представить. Так, в Steam чуть более 14 тысяч игроков оставили отзывы на игру, и 72% из них положительные. На фоне этого в интернете появилось мнение, будто бы многие поклонники серии в свое время оценили демо положительно из-за страха, что проект будет свернут вовсе, и Gothic ремейк никогда более не появится. Игроки из сообщества Gothic искренне желали того, чтобы проект был выпущен хоть в каком-то виде, а потому не давали негативных комментариев. Но, справедливости ради, сейчас довольно трудно утверждать, было ли это действительно так. Потому как если пробежаться по рецензиям на демоверсию, то можно заметить, что критика вполне себе тоже была. Авторы положительных отзывов не просто нахваливали игру, но и упоминали множество элементов, которые нуждались в доработке. Таковыми, по их мнению, чаще всего была боевая система, а также графический стиль игры. Поэтому студия Alchemy Interactive и начала производство заново. Результаты мы видели пока только на концептах. Что же до полноценной демонстрации, то многие считают, что это может состояться 11 августа 2023 года, во время течки у Nordic Digital Showcase. Перезапуск Saints Row разработчиками вовсе не забыт. Отнюдь. Загружаемый контент расширения Saints Row Dog Ketchum's Murder Circus стал доступен вместе с бесплатным обновлением Boot Heal. Об этом объявили издатель Deep Silver вместе с разработчиками студии Volition. Похоже, серию опять неизбежно начинают клонить в сторону Стёба и Китча, несмотря на, казалось бы, некоторый отход от данной концепции. Описание дополнения гласит, что цирк убийств Дока Кетчума — это второй из трёх запланированных DLC в рамках запланированного загружаемого контента. Его можно приобрести как отдельно, так и в составе абонемента Saints Row Expansion Pass, если вам это зачем-то вдруг потребуется. В дополнении представлен новый одиночный режим, представляющий собой геймплей в стиле орды в антураже жуткого игрового шоу Дока Кетчума. В комплекте четыре новых игровых персонажа, каждый как водится со своим уникальным набором навыков. Кроме того, сообщается, что третий, последний и самый крупный из обещанных дополнений для Saints Row — «Песнь пыли и льда» — выйдет уже в августе этого года. А разработчики из Ascendant Studios выпустили новое видео об Immortals of Avium. В нём авторы демонстрируют прелести магического боя на красотах Unreal Engine 5. Так стало известно, что в альтернативном измерении Avium магия может быть представлена в трёх различных формах — синих заклинаниях силы, красных заклинаниях хаоса и зелёных заклинаниях жизни. Игроки сами должны будут определять, какие заклинания лучше всего подходят для их стиля игры и конкретных ситуаций, возникающих на поле боя и в процессе исследования мира. Кроме того, многие заклинания в игре можно будет комбинировать между собой в уникальной форме. Это даст преимущество в бою, благодаря многократно увеличиваемой силе и эффективности атак игрока. Объединение заклинаний противоположных цветов и знаков даст ещё более впечатляющий и непредсказуемый результат, а потому геймплей игры специально устроен так, чтобы приветствовать подобного рода эксперименты. Печати, своего рода тоже магические предметы, будут также иметь различия по цвету. Красные больше подходят для ближнего боя и взрывных атак, синие увеличивают радиус действия заклинаний или атак дротиками, а зелёные дадут герою больше мобильности и скорости атаки. Напомним, что недавно фэнтезийный проект был перенесён на месяц позже, поэтому теперь уже доберётся до релиза 22 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS. Компания Electronic Arts официально подтвердила, что работает на DA Sports UFC 5. Подробностей пока что нет, однако нам обещают, что полная презентация игры состоится уже в сентябре этого года. В твите о публикованном студии содержится ссылка на сайт UFC 5, где любой желающий может подписаться на официальную рассылку, чтобы не пропустить последние новости касаемо проекта. В прошлом году авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что UFC 5 находится в разработке после заморозки и перезапуска другой спортивной серии от EA – Fight Night. Если судить по внутренней переписке сотрудников студии, Fight Night как раз-таки была приостановлена, дабы гарантировать высокое качество UFC 5, а также выход этого проекта в установленные сроки. Отметим, что предыдущая EA Sports UFC 4 получила в целом положительные отзывы от геймеров, однако подверглась серьёзной критике за навязчивую внутриигровую рекламу, которая, ко всему прочему, была в игре не сразу. Её хитрые разработчики прикрутили через две недели после выхода. Представители компании Denuvo, которая занимается защитой игр от нелегального использования и имеет весьма дурную репутацию среди игроков, всерьёз планируют доказать всем, что их продукт не такой уж плохой, как принято думать. Так, Стив… Прошу прощения Хуин, представитель компании Эрдетта, что как раз владеет Denuvo, рассказал, что компания планирует предоставить игровым журналистам по две версии разных игр для сравнения. Одна будет с Denuvo, другая, соответственно, без неё. Специалисты смогут протестировать обе версии и сделать собственные выводы. Напомним, что ранее игроки неоднократно замечали то, что игры без Denuvo работают лучше и их производительность выше. В сети также есть немало роликов, где официальная версия игры с защитой Denuvo сравнивается со взломанной. Хуин же, какая подходящая фамилия, считает подобные тесты нерелевантными. По его мнению, защищённая версия имеет принципиальное отличие от незащищённой, вплоть до того, что это вообще разные билды. Да и к тому же, мол, издатели не часто продлевают защиту своих игр на срок более одного года, а потому он считает, что подобная защита приносит пользу и издателям, и игрокам. Продукты с Denuvo приносят деньги издателю, и, как следствие, те смогут больше инвестировать в сиквел или новые игры. Инсайдер под псевдонимом DasGolem, который известен правдивыми сливами информацией о франшизах студии Konami, поделился свежими новостями о находящейся в разработке Silent Hill The Short Message, представив довольно подробное описание сюжета. Главной героиней игры будет девушка по имени Анита Плантелт, ей 17 лет и в классе с ней особо никто не общается. Несмотря на это, у Аниты есть подруга детства Майя, которая всё ещё уделяет время Аните, даже когда никто больше этого не делает. Однако в последнее время подруги начали отдаляться друг от друга по причине того, что Анита стала, так сказать, развивать себе деструктивные способности. Например, смотреть разные шокирующие видео в интернете, делать порезы на руках и тому подобное. В конечном итоге Майю находит мёртвой, а причиной смерти оказывается самоубийство. Ввиду своих собственных страданий, связанных с суицидальными намерениями, Анита отправляется туда, где Майя предположительно покончила с собой, дабы лучше понять, через что-то прошла и как себя чувствовала, проходя через всё это. Анита также замечает, что кто-то продолжает писать в социальных сетях Майи даже после её смерти, и ей становится любопытно, кто и зачем этот человек всё это делает. По словам инсайдера, данная информация не является спойлером к сюжету, в ней он написал всего лишь первые несколько минут грядущей игры. Несмотря на то, что полноценный анонс грядущей части GTA от Rockstar похожа не за горами, студия не спешит делиться какими-либо подробностями. А потому поклонникам, да и всем остальным игрокам в принципе тоже, приходится довольствоваться слухами из сети, коих в последнее время стало до неприличия много. Слишком уж велик интерес к проекту, что и неудивительно, ведь последняя на данный момент часть вышла аж 10 лет назад. От подобных мыслей автор вдруг почувствовал себя совсем уж стариком. Впрочем, недавно вот случилась ещё одна утечка. По словам игрового журналиста Джейсона Шрайера из издания Bloomberg, у Rockstar были весьма амбициозные планы на реализацию открытого мира GTA 6, однако внести существенные корректировки заставили сложности в разработке. Сообщается, что авторы отказались от чересчур раздутого открытого мира в, так сказать, базовой игре, в сторону более привычного для серии размера игровой карты. Шрайер уверяет, что в новой GTA действительно будет вымышленная версия Майами, то есть Vice City, в комплекте с обширными окрестностями, загородными пейзажами и всем прочим. А по мере поддержки игры разработчиками, карта будет расти вшире и даже каким-то образом видоизменяться. Не совсем понятно только то, затронут ли данные изменения исключительно сетевой режим или же в том числе и основную игру тоже. Шрайер подобные мелочи не пояснил. И буквально пару минут на рубрику Blitz. Если вы поклонник классических двухмерных приключений, то спешите радоваться. Потому как компания The Volvo Digital объявила о грядущем выходе легендарный Return to Monkey Island на мобильных платформах iOS и Android. Датой выпуска значится 27 июля этого года, и по этому случаю был выложен анонсирующий трейлер специально для портативной версии. Компания AMD завершила тестирование сервиса RobotCash. Это первая в мире блокчейн-платформа, на которой можно покупать и перепродавать игры после их прохождения. В качестве платы используются деньги или же криптовалюта Iron. По словам разработчиков RobotCash, в случае продажи игры геймер получает 25% от полной ее суммы, 5% получит магазин, а остальное уходит авторам проданного проекта. Студия локализации Games Voice объявила о завершении основной работы над русским дубляжом Plague Tale Requiem. Релиз он и ожидается 21 июля этого года. По словам представителей студии, они работали над переводом несколько месяцев. Было задействовано более полусотни актеров, в числе которых и ваш покорный слуга, а каких-либо анонсов на сей счет осознанно решили не делать. Компания Somnia Games сообщила подробности о панели Marvel Spider-Man 2, которая совсем скоро должна состояться на San Diego Comic-Con 2023. Панель будет называться «Симбиотические отношения», и в ней примут участие актеры, озвучившие персонажи игры. Также студия представила логотип симбионта Венома и постер, подготовленный к мероприятию. Никаких дополнительных деталей авторы сообщать не стали, но вероятно, что нам расскажут немного больше о роли Венома в сюжете. А также в очередной раз намекнут или, быть может, официально раскроют, кто скрывается за маской знаменитого врага-паучка. А из PlayStation Store пришло подтверждение о дате предварительной загрузки Marvel Spider-Man 2. Так, используя возможность ранней загрузки, игру можно будет опробовать на неделю раньше, начиная с 13 октября 2023 года в 16.00 по московскому времени. Официальной датой выпуска, в свою очередь, по-прежнему является 20 октября. Новостей касаемо причудливых достижений при помощи современных технологий в последнее время действительно немало. В том числе и в рубрике «Цирк с конями». Куда ж без этого? Время ведь нынче такое. Да и что ни говори, а передовые наработки нейросетей позволяют воплотить в реальность доселе, казалось бы, невообразимые вещи. Вот, например, в Skyrim энтузиасты порой отрываются по полной программе. Да вот только довольными их результатами остаются отнюдь не все. Так-то долгоживущая ролевка всегда славилась раздольем всевозможных модификаций, а с появлением сервиса компании Leven Labs, позволяющего клонировать голоса, моды буквально обрели вторую жизнь, потому как их начали снабжать голосами оригинальных актеров озвучивания. Если учесть то, что для Skyrim нередко создаются моды с уклоном в 18+, а теперь в них звучат еще и голоса в самоделишных актеров, использованные без их согласия, то недовольство последних очень даже можно понять. Некий энтузиаст Robby92 решил составить список актеров, голоса которых создавались искусственным интеллектом для подобных эротических модов. Далее он предложил самим актерам связаться с Nexus Mods и потребовать удалить контент, содержащий копию их голоса. Список самих модификаций со всеми нужными ссылками пользователь тоже не поленился составить. Некоторые из них на Nexus Mods уже успели скрыть. Интересно стало узнать, а как бы вы, дорогие друзья, отнеслись бы к тому, если бы ваш голос невзначай оказался в подобного рода модификации? Пишите в комментариях под видео, будет очень интересно почитать. А на этом выпуск подходит к концу. Надеемся, он вам понравился. Если да, то ставьте палец вверх, ну и подписывайтесь на канал, а также жмите на колокольчик для того, чтобы быть в курсе новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok